МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Пьер-Кристиан Браше. Это программа о России и о ее веду. Сегодня мы перенесемся в Тюменскую область, в Сибирь, и говорим о сибиряках и о ремеслях сибиряков. У нас в студии Лариса Германовна Штуфистова. Она руководитель Центра преклонного творчества и ремесель Тюменской области. Лариса специально приехала из Тюмена сегодня. У нас сегодня программа особенная. Правительство Тюменской области подготовили совместный спецпроект. Наша съемночная группа поехала летом в Тюменскую область и объехала очень много районов для того, чтобы снимать, как там живут люди, и снимать разные народы. Сегодня мы посмотрим о ремеслах сибиряков. Давайте, Лариса, посмотрим наш первый сюжет. Первые панселенцы – это были панцирные бояре. Их было совсем немного. Одной оригинальной такой чертой песьяновцев считаются мастерицы, домашние волшебники. Я не видела такого обилия людей, которые занимаются рукоделием. Почти все село жителей, села женщины вышивали. Вышивали гладью. Сейчас молодые вышивают, но не гладью. А как принято, у нас сейчас продаются канва крестиком, а вот это мастерство вышивка гладью тоже постихонечку как-то исчезает. Что еще интересно для села – это то, что раньше народ был очень дружный. Если надо было вам построить дом, дом строился за два дня. Не надо было приглашать. Никто никого не приглашал. Главное, что хозяин привез лес, что дом будет готов. На второй день мы уже праздновали новоселье всем миром. Ну вот главное слово, мне кажется, в этом фильме – это мастерица. Как бы ощущение, что приехали в Сибирь, там холодно, там долго живешь зимой в избах или в домах, и начинает развивать то, что ты знаешь и то, что ты умеешь делать. Действительно это так? На самом деле действительно огромное количество ремесел в Западной Сибири развивалось испокон веков в 17, 18, 19 веке. Это работа и с кожей, и работа с деревом, и кузнечное ремесло, и пимокатный промысел. И, конечно, это и ткачество, и, наверное, в первую очередь известное на весь мир коврат качество. Вообще в Западной Сибири сформировалось такое уникальное явление, как тюменский народный махровый ковер. И наши исследователи, рассуждая на эту тему, откуда появились корни тюменского ковра, говорят о том, что в 16 веке привнесли его бухарцы, татары. Они ткали такие жестковорсовые ковры из коровьи или верблюжьей шерсти, называются они джульхирсами. А поскольку в Западной Сибири было очень много переселенцев, из центральной полосы России, это ремесленники, из промысловых центров России, украинцы, то уже в 17 веке они переняли вот эту вот традицию коврат качества, технологический процесс, и привнесли свой орнамент, свой яркий эмоциональный цветочный орнамент. И вот так на симбиозе культур татарской, бухарской, русской, украинской и сложилось особое такое уникальное сибирское явление – тюменский народный махровый ковер. Это то, что мы видели здесь. Это то, что мы видели в самом начале. Да, да, да. И уже в 18 веке повсеместно в Тюмени и тюменском уезде в селах Каменка, Успенская, Молчаново, Безруково ткали ковры. Уже в 1891 году в Тюменском уезде в Тюмени было 367 мастериц-ковровщиц. Это больше, чем во всей центральной полосе России. И ткались ковры для украшения дома, и ткались ковры как санные, потому что Тюмень была построена на пересечении торговых путей, Тюмень была воротами Сибири. Никто, кто ехал дальше и кто выезжал из Сибири, не мог миновать Тюмень. И поэтому развивалась имская гоньба. Ямщики украшали свои сани такими роскошными санными коврами. Что же они из себя представляли? Наши тюменские санные махровые ковры. Обязательно ковер ткался из овечьей шерсти. Шерсть окрашивалась мастерицами, и в ковре мастерица могла использовать до 30 оттенков. Это все были натуральные красители. Шерсть наматывалась после обработки, наматывалась на палку, и ножом так резко разрезалось на жички равной длины, как говорят наши мастерицы, жички, живая ниточка. В каждом доме стоял обязательно ткацкий стан, и нити основы на горизонтальном ткацком стане, обязательно на горизонтальном ткацком стане были натянуты, и каждая жичечка завязывалась простым узелком на вот этом горизонтальном ткацком стане. А вот эти вот махры, они не обрезались, и за счет этого ковер получался такой вот мягкий, ворсистый, пушистый, объемный, и, конечно, очень теплый, поскольку из овечьей шерсти. А это известная картина? Да, это известная картина Василия Сурикова, где, как мы говорим, главный герой этой картины, наш знаменитый тюменский махровый народный ковер. Вот он, Санны, ковер. А я всегда... Вы знаете, когда я смотрел на эту картину, у меня было ощущение, что мы говорим о себе, откуда Соников, и я увижу ковер, который из Украины. И я никак не мог понять, что это за непонятие. Это есть ковер из Тюмена? Это наш тюменский народный махровый ковер. В чем его особенности? На черном поле ковра, как говорят наши мастерицы, на земле. Распускаются в центре ковра розы и маки огромными бутонами в окружении зеленой изумрудной листвы. В углах ковра обязательно яркие бутоны роз или маков, и обязательно канва по всему полю ковра, как бы завершая композицию, делая ее цельной, законченной. Покажите, может быть, нам еще какие-то ковры, которые вам особо нравятся. И вот эти узоры, каким образом они появятся. Потому что там мы чувствуем и хохлому, но я не специалист. Мы чувствуем вот эти... Да, да, да. Вот эта эмоция, бурность, эти краски, да, это... А вы говорили о том, что вот есть смешение культур. Каком образом? Здесь мы видим в основном западную... Технологию. Технология, махровая технология. Орнамент. Орнаменты центральные. Есть тоже смешение здесь культур между татарами, сибирскими татарами, которые живут тоже в Тюменской области, и русские, которые... Ну, все-таки, как говорят наши искусствоведы, специалисты, что технологические процессы заимствованы у бухарцев, у татар, а уже орнаментальные струи привнесли переселенцы из центральной полосы России. И тут чувствуется и украинское влияние. Действительно, это тоже все замечают. Давайте посмотрим как раз технологию, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим. Как это раньше было? Нитки. Сначала основалка есть. Наснуют вот это нитки. Потом вдевают. Сначала наматывают на тот тюрик, потом вдевают в эти досточки сначала, потом в нищенки вдевают, потом в бёрда вдевают. И привязывают. Тут палка есть, эти нитки привязывают, и начинают ткать. И ковры также ткать. Тоже вот ниточки вдёргиваешь, и какой свет надо, такое и делаешь. Нитку продёрнешь, переступаешь. Тут переходит это. Гадали, чтобы не спутывались. То оно будет в одну только раз. А то она каждую ниточку переплетает. Блин сеяли, коноплю сеяли. Так вырвешь его осенью, да потом свяжешь, две недели помокнет, потом вытаскиваешь и сушишь. А потом уж на мялках мнёшь. А всё самоткана, вот самоткана вот такой, из конопля выткишь, из коноплю оно жёсткое. Вот там всякие щасалки, всё щёшь, пока самый лён останется. Вот потом этот самый тонкий, самый чистый уж. Тогда придёшь тонко-тонко. Это вот я нажала левой ногой, вот сейчас правой. Вот она перекрутилась, эта ниточка. Это была внизу, сейчас та внизу, а эта вверху стала. Ну вот, это технология русская или это технология из Бухары? Нет, но это русская уже технология, конечно, конечно. То есть технология из Бухары, да, вот именно такое же ткачество, вот завязывание узелков. Ну, а ткацкий стан, это уже такое русское явление. Ткачество с 17 века или до этого? До приезда русских там есть тоже такая традиция? коренные народы, ханты, ненцы, они ткали различные циновки, тоже из крапивы как раз, из конопли, то есть там немножко другие, только станки были. А вот такие станки, именно они привнесли русские. То есть это русская традиция, ткать вот именно на таких станках, используя лён, и коноплю, и ткали вот такие дорожки, просто как бабулечка, более простые, нековровые дорожки, тоже с использованием шерстяной ткани, и льна, и крапивы, и пеньковой. Ткачество у нас в Сибири очень разнообразное, это и бранное, ажурное, и многоремизное ткачество, очень красивое, с геометрическим орнаментом. Ткали огромное количество холстов, потому что нужно было шить и летнюю, и зимнюю одежду, и праздничную, и повседневную одежду. И самое тонкое полотно шло, конечно, на женские, мужские праздничные рубашки, сарафаны, полотно погрубее уже шло на мужские портки, потом что-то уже шло на подкладку, из самого грубого полотна делали какие-то мешки, кули уже для продуктов. Это, конечно, один из самых распространённых способов тоже женских, вернее, женское ремесло. Давайте у нас есть один сюжет о вышивке, давайте посмотрим. Да я с детства так делаю. В детстве ещё не было свету тогда. Молоденькая была, охота была вышивать, вязать. А лампа, что там, горела, и то карасин не было, тушили. Месяц, если я сажусь на окошко, и под месяцком ковыряю, или вяжу, или вышиваю. Вот так. Это сейчас, пожалуйста. А днём некогда было, днём 10 лет уже работали. Я сама научилась. У кого что увижу, пока не добьюсь. Всё, такая нормальная. Цвета я люблю подбирать. Сама подбираю, нарисую и подбираю. Какие хочу, такие. Они у тебя на глазки, их что подбирать? Они все разные. А розы так же всё равно подбираешь под их. А я все обвожу, всё обвожу. Всё вот, мне всё обведено. Они-то ярче выделяются. Люди добрые ткут платки, а мы их распускаем и вышиваем. Только не шерстяной, а вот синтетикой с этой. Вот мы их распускаем и вышиваем. Они вот яркие. Тут надо, чтобы всё ровненько ложилось и чтобы аккуратно. Мулины тогда было полно всякой разной же. Красивой. Всё. Это крючком вязаны. Это крючком. Спирай серёдочку. Потом это вот язычки мне понравились. С язычками. Потом обвязываешь. Сложнее обвязывать, потому что надо, вот видишь, там рубец. Это я уже спакостила, потому что неправильно спустила петлю. Петлю. Вот так. Она сдёргалась. А вышивку используют в народном костюме сибирском? Да, конечно. Но вот только, знаете, сказать так, народный сибирский костюм очень сложно, потому что в Западную Сибирь населяют разные народы. Это и русские украинцы, и татары, и сибирские, и поволжские татары, и чуваши, и марийцы, и так далее, и так далее. И каждый народ пытается сохранить свой традиционный костюм. Тот костюм, который он принёс из своей местности. Но всегда женщины в каждом народе были известными вышивальщицами, и всегда они орнаментировали свой костюм, украшали его вышивкой, защищая те места тела, которые наиболее уязвимы. То есть это обязательно всегда вышивка была на груди, это вышивка предплечья, это ворот, это манжеты, это подол, поскольку вышивка всегда несла мощные обереговые смыслы и значения. Но виды вышивки, технологии несколько разные у разных народов. Это, например, у русских, украинцев, белорусов, это любимая вышивка, это крест. Но крест разных видов, это и полукрест, и как его называли, роспись, и косой, и прямой крест, и гладь, конечно, и причем крестом вышивали больше геометрические орнаменты с солярными символами, обережными. Но, конечно, использовали и гладь, и гладь, может быть, больше уже использовали в изделиях, связанных с одеждой дома, с украшением дома, потому что дом точно так же, как и человека, одевали, и защищали его, оберегали, вносили в вышивку обережные смыслы. Что вы одевали сегодня? Тоже красиво, тоже из модного журнала, потому что очень оригинальные у вас все срубаха. Ну вот на самом деле это совсем не из модного журнала. У нас в Тюменской области сейчас уже наряду с Тюменским ковровым промыслом, который официально зарегистрирован. Есть еще один уникальный промысел. Это Тобольская резная кость. Промысел, который известен тоже. Это то, что вы... И вот это как раз Тобольская резная кость. Ну, покажите, расскажите. Покажите, как это... Это что? Это птица? Это птица, да. Ну, вообще, конечно, тема бижутерии для тобольских мастеров, она тоже актуальна, особенно в последнее время. Ну, а первоначально, как возникло вот это ремесло, как этот промысел, как возник коренные народы Западной Сибири, это ханты, ненцы, селькупы, манси, то у них они всегда работали с костью. Это мужское занятие было. То есть они... Ножны для ножей, рукояти для ножей, табакерки, элементы упряжи. То есть это все делалось из разной виды кости. Из кости оленя, из кости лося и в том числе из мамонтовой кости, потому что, в общем, Сибирь наша богата мамонтовой костью. И уже и в Тюменской области, или надо севернее чуть-чуть? Ну, немножко севернее, да. Ну, в общем-то, вот, недалеко от Тобольска, то есть современные мастера тоже так еще и уходят в тайгу и вымывают, река вымывает прямо остатки мамонта, и так мастера создают свои шедевры из бивня мамонта. А рубашку? А рубашка. Это валяние. Или рубаха. Это валяние, да. Валяние. Ну, валяние. А валяние это что значит? А, валяние шерсти. То есть вот ткут ковры, завязывая узелки, а эта шерсть валяет. Она же такую имеет пористую структуру, и если ее в мыльном растворе вот так вот ручками хорошенечко помять, то она начинает скатываться и образуется полотно. То есть по сути тоже ковер, только валенный своими ручками. А это из Тюменской области? Конечно. Это наши тюменские мастерицы. Сваляли. У нас очень много таких мастериц. В Тюмени, в Тобольске. Вы сегодня рассказывали, что именно кость это работа мужчин. Давайте посмотрим. Следующий сюжет у нас тоже мужской промысел. Ну вот я вышел на пенсию, и решил, чем-то на пенсии нужно заняться. Думаю, займусь-ка я берестой. Идешь в лес, ищешь березку, в которой более-менее гладкая поверхность. Вот эта лицевая сторона, а это внутренняя, а потом она называется уже это лицевая сторона, а это уже как изнаночная сторона. Бересте, еще в лесу, минут 30 полежать в тени, чтобы она обсохла. Пищевые продукты, кружки тоже, пиво, воду наливают, мужики берут. В основном орнаменте это символизирует воду. Вот этот орнамент, простая плетенка, называется вот простая. Это сложная плетенка. Вот эти орнаменты, как трилистник называется, еще орнамент есть, пятилистник. Берешь более-менее гладкую часть. Вот желательно, чтобы вот эти чечевички, чтобы они горизонтально были. И начинаешь. Вот вырезали по ложку. Берем баванку. Сейчас она тоньше, стала мягче. Внахлест его делаем. И отмечаем эту струну. Сейчас мы ее стесаем, чтобы она была тоненькая-тоненькая. Потом на болван, а проклеиваем клеем, и начинаешь резиновым шкутом все это прижимать к болванке. И оставляешь сохнуть на сутки. Сейчас мы попробуем изготовить трелестник. Сделал я трелестник. Вот видите, он выглядит невзрачно. его нужно выразить, чтобы он играл. И все эти вот орнаменты, узоры делаешь, их очень легко делать. И когда это сделаешь, душа радуется. Ну вот мы понимаем, что береста это распространено по всей Сибири, но тем не менее есть источник, или у меня есть такое ощущение, что источник это есть Архангельская область, или Архангельского региона, откуда тоже пришли первые переселенцы в Сибирь. Хотя на территории Западной Сибири опять же у народов, коренных народов, ханты, ненцы, манси, селькупов, занятие берестой было традиционным. И также они делали берестяную посуду, туиса, короба. И делали они и люльки из бересты, на которой выцарапывали птицу Олум, птица сна, которая, когда ребенок засыпала, она покидала его душу и путешествовала. И ребенок видел сны, а птица Ола, глухарка, возвращалась, ребенок просыпался радостным и здоровым. И делали они и обрядовые маски из бересты. Поэтому, конечно, здесь, наверное, береста – такой податливый, удобный материал, который просто нужно понять, почувствовать это. И это действительно очень хороший материал. И в разных культурах же предметы очень схожие изготавливаются из бересты, и используются, в общем-то, для одних и тех же целей, для хранения продуктов. И идешь на покос, берешь с собой тую сок с молоком или с водой, молоко остается долго свежим и прохладным. Вот есть еще одно ремесло. Давайте посмотрим, это тоже мужская работа. Купили корзинку, вот я посмотрел, думаю, а что я смогу сделать? Ну и вот. Сначала, конечно, неудачные получались. Я вот в Тюмени был, там смотрел, кто-то начинал плести. Они не стоят у них, их только подвешивать надо. Вот эту-то, вот можно. Я дни все делаю сразу у колец, вот примерно так, чтобы она стояла потом. А они делают круглые, а потом не стоит. А это как Ванька Станька, она уже это, никогда не упадет, хоть что в нее наложь. Заготовка прутьев молодых. Два-три года. Чтоб сучков не было, Ну и подлиннее. Чем длиннее, тем лучше. Вот. Из тонких гну кольца. Такие вот. Потом высохнут. Соединяю. Вот соединенные уже. Чищу, расщепляю на четыре части. Замачиваю в воде. Минут пять-десять помочу. Все. Они эластичные были, мягкие. И лету. Полностью на корзину надо прутов десять, наверное. Потом, когда вот эти углы, вместе их соединяю, потом уже ребрышки строгаю. Шесть-семь ребрышек. Часа за полтора я сплету, если у меня уже все нарезано, вот так все заготовлено. Вот кухонный нож. До стамесочки расщеплять. И все. Весь инструмент. Ну вот лоза плетения тоже много говорит о климате, и вообще тоже как развито вот это ремесло. Очень развито это ремесло, но оно не только мужское, и женщины им занимаются. Вот этот как раз замечательный мастер из Юргинского района плетет лукошко на двух обручах из черемухового, наверное, прута. Плее корзинки из ивового прута, из черемухового прута, очищая их или оставляя вот в своей оболочке. И это такая форма белорусская называется вот эта форма, лукошко. То есть это как раз ее привнесли, наверное, переселенцы из Белоруссии. Очень красивая форма, я ее очень люблю. А через сто лет что будет с этим промыслом? Вы знаете, как говорят, что промысл живет, пока он востребован. Поэтому многие промыслы и исчезли, потому что на смену пришли промышленные изделия, но какие-то промыслы сохраняются в силу каких-то причин, возможно, бытовых, возможно, эстетических. В 1900 году, я об этом не сказала, 20 ковров, сотканные простыми нашими женщинами из села Каменка, это недалеко от Тюмени, несколько километров, вместе с картиной Василия Сурикова отправились покорять Париж на всемирную выставку народных промыслов. И, то есть они вообще покорили, шламили сердца обзыскательных парижан и завоевали гран-при этой выставки. И когда им вручали вот эту почетную медаль, то члены жюри сказали, что гран-при вручается за яркую эмоциональность и глубокую национальность. Вот такой наш сибирский знаменитый ковровый промысел. Прекрасно, спасибо. Сегодня мы побывали там, в Тюменской области, где живут сибиряки. И Лариса нам рассказывала, каком образом этот регион является перекрестком ремесел. Что и ханты, и манси, и селькупы, и Белоруссии, и русские, и украинцы, и сибирские татари все привезли то, что свое. И это сегодня развивается. Это сегодня живая культура. Я еще много буду вам рассказывать и о других регионах России, и о других народах. Арван, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин